В сети появилась настоящая фотосессия с подлодкой Ростов-на-Дону, которая подверглась атаке в сухом доке судоремонтного завода во временно оккупированном Севастополе. По поводу стоявшего в соседнем доке БДК Минск, практически сразу поступила информация о том, что если это еще считается кораблем, то уже не очень большим и точно не десантным, потому что вся надстройка нырнула в трюм сквозь прогоревшую палубу. Скорее всего, посудину придется резать. Вывести это из сухого дока в море уже не получится. С другой стороны, предприимчивым деятелям от этого будет ощутимый профит. Деньги на ремонт можно списать сразу и металлолом продать в Турцию. Правда, оттуда еще надо извлечь жареных орков, потому что продать металл с подозрительным запахом не получится. Окупанты давно притупили свой нюх на такие ароматы, хоть там и рассказывают о том, что в Украине погибло 31 тысяча полтора военнослужащих РФ. Но Раша пресса описывает то, что случайно вывалилось из тендеров. Министерство труда и защиты России заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших на войне. При этом 200 тысяч удостоверений распределят в Минобороны, а еще 30 тысяч в Минсоцзащиты. При этом необходимо понимать, что именно этот тираж не был первым. Еще перед началом широкомасштабного вторжения ведомства имели какой-то запас таких удостоверений, потому что официально войска оккупантов вели войну в Сирии, а не официально в Украине. И поэтому запас таких ксив был изначально, а потом были еще тиражи по несколько десятков тысяч, а этот заказ оказался самым крупным. То же самое касается и удостоверений УБД. Всего за время войны Минтрут уже заказал в общей сложности 936 тысяч 52 удостоверения для ветеранов боевых действий. Последняя партия стала самой массовой – 757 тысяч 305 штук. Документы будут распределены между Минобороны – 600 тысяч, Минсоцзащиты – 86 805, МВД – 60 тысяч, Росгвардии – 10 тысяч и Минстроем – 500 штук. Так что запах спецабосрации действительно там стал привычным, и перед отправкой БДК на лом в Турцию придется постараться. А вот с подлодкой не было такой окончательной ясности – спутниковые снимки не давали полной картины. А сейчас появились фото непосредственно из сухого дока. Как видно, такие повреждения были бы слишком серьезными даже для надводного корабля, а для субмарины это смертный приговор. Там не только пробоины основного корпуса в нескольких местах, но и заметно поехала геометрия всей конструкции. Теперь нельзя сказать «не бита, не крашена», а специалисты по кузовному авторемонту скажут наверняка, что выставить нужные углы конструкции уже не получится и развал схождения тут уже не отрегулировать. А ведь снаружи, как минимум, болтается еще два подбитых корабля, которых бы тоже хорошо поставить в сухой док. Специалисты говорят о том, что после таких ударов и сам док придется ремонтировать долго и нудно. Так что наши военные поработали на славу. И теперь на Черном море у расистов целые сухие доки остались в Керчи и Новороссейске. А это значит, что домашняя работа еще только началась. В любом случае, фотографии субмарины получились отличные, а дальше такого будет только больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова